доброе утро добрый день доброго времени суток уважаемые зрители и подписчики канала глагунец вами я владимир осечкин и мы продолжаем наше большое независимое расследование происходящего в учреждениях в син россии в российских тюрьмах в российских военных концлагерях и в колониях сегодня 5 августа 2023 года и сегодня поговорим о последних событиях том что произошло вчера в колонии номер 6 усин по владимирской области когда судья зачитал беспрецедентно жестокие абсолютно несправедливый заведомо незаконный необоснованный приговор приговорив оппозиционного политика алексея навального к 19 годам в колонии особого режима с утра журналисты позвали меня на канал живой дождь с тем чтобы мы обсудили происходящее и я немножко рассказал и про колонии особого режима и про то что в центральном аппарате в син россии там замышляется подготавливается против алексея навального что они еще придумали и буквально в тот самый момент когда я начал это рассказывать в прямом эфире вдруг вырубили трансляцию вырубили электричество картинка зависла смотрела более десяти тысяч вам более 14 или 15 тысяч человек в прямом эфире вот в общем около 10 минут журналистам потребовалось для того чтобы запустить резервные источники питания для того чтобы выйти в эфир и там буквально там на несколько минут позволили мне продолжить рассказывать зрителям и подписчикам то что мне известно можно только догадываться специально это какие-то злоумышленники сделали действительно это совпадение но честно говоря я в такие совпадения не верю поэтому при том что я не планировал не рассчитывал что у меня будет время сегодня на эфир на нашем канале принял решение по горячим следам раз есть какой-то риск того что правду пытаются заглушить решил выйти на наш канал и надеюсь здесь у нас электричество никто не отрубит я вам спокойно все сам расскажу и плюс ко всему еще до эфира я записал на 10 минут телефонный разговор с бывшим осужденным который как раз отбывал наказание в исправительной колонии особого режима с азаматом ударом известным по его свидетельству против евгения пригожина дмитрий уткина и чувака вагнер и он рассказал о том что ему достоверно известно про колонии номер 7 и номер 13 уфсин по саратовской области про колонии особого режима как раз потому что сейчас на этой теме очень много такого хайпа каждый сегодня там ну не не каждый конечно там через одного стали экспертами по колониям по колониям особого режима понятно что сейчас очень много запросов на эту тему и соответственно очень много выбрасывается различные недостоверной информации поэтому здесь я вам расскажу то что мне известно и известно от наших источников и плюс ко всему дам сейчас вот послушать то что рассказал азамат ударов потому что лучше один раз увидеть или услышать от того человека который там реально был чем слушать какие-то придумки теории и рассказы тех людей которые об этом ничего не знают и не понимают давайте сначала тогда по видео нам с азаматом не удалось сегодня поговорить все таки выходной день он семьей и такого времени на большое интервью у него не было поэтому записал вот этот разговор сейчас дам вам послушать по моему здесь да вот 11 минут послушайте внимательно его рассказ от первого лица а потом я соответственно расскажу дальше что нам известно от наших источников и какие существуют риски и угрозы для алексея навального самое главное обязательно проговорю то что я говорил последнее время и буду повторять в любом случае да безусловно российские заключенные находятся в жестоких условиях содержания и действительно многих из них подвергали бесчеловечному обращению некоторых из них пыткам и изнасилованием многих почти большинство они находятся под угрозой вот этого самого страшного но это все не сэроизмеримо не сопоставимо с теми ужасами которые спецназ в син и сотрудники различных спецподразделений в син фсб именобороны совершают в отношении украинских пленных я вчера опрашивал одного из бывших пленных который вернулся и уже седьмой месяц подряд в одной из европейских стран проходит курс реабилитации после многочисленных переломов и так далее и у честно более двух часов себя сдерживал чтобы просто не разреветься не заплакать потому что это невозможно воспринимать и со временем когда у меня появится такая возможность одобрения от человека когда вся его семья будет в безопасности уже мы на нашем канале обязательно представим его подробный рассказ о том каким именно образом его подвергали страшным пыткам в целом ряде военных концлагерей россии сформированных на базе учреждений в син поэтому да конечно же сегодня так как всех это интересует говорим про навального про особый режим но всегда во всех режимах в режимах извините во всех эфирах я буду повторять о том что на самом деле сейчас происходит и призываю всех журналистов правозащитников блогеров ютуберов и так далее уделять пристальное повышенное внимание к судьбе украинских пленных военных в российских концлагерях и это будет в последующем когда все это будет оглашено опубликовано на нашем канале когда все это будет заслужено в рамках международного суда либо трибунала от этого не отмыться будет не только каким-то генералом син от этого не отмыться будет россии поэтому здесь каждый на своем месте в регионе ли где расположен этот военный концлагерь в тюремной системе или журналисты нужно делать максимум возможного всем россиянам всем русскоговорящим чтобы разоблачать этот страшный пыточный конвейер в котором сейчас подвергают просто невыносимым муком огромное количество тысяч украинцев об этом нужно говорить в первую очередь и так как обещал запись разговора с азаматом ударом поговорили с ним буквально перед эфиром 30 минут назад сегодня я пока почитаю окей вот и колонии в этом учреждении первый раз это я был с 13 года вот с 13 года пару лет я там был по 17 13 по 17 потом меня вывезли на истязание в УТВ-1 вот второй раз я там был получается около полтора двух лет назад откуда я потом был на Украину на спецоперацию в данный момент я могу вам сказать то что я видел и почувствовал разницу между особым режимом и строгим и общим режимом и колониями поселениями и так далее особый режим что и к 7 где находился тоже на исправительные мерами это отправляли так как 13 колония и семерка они взаимодействуют и тяжело воспитаемых осужденных на их взгляд и мнение они периодически меняют местонахождение то туда то сюда отправляют для воспитания якобы в данных колоний особого режима они отличаются тем что во первых все намного строже само отношение сотрудников за каждый проступок там сразу наказание мнение не слушают не разбираются сразу бьют отправляют в ШИЗО либо в карантинное исправление если это не достигли они направляют в ИКСе на исправление либо закрывают в СУЗ и задержат долго лишают длительных передач свиданок там намного всего отличается у нас очень строгий график режим содержания с утра подъем и соответственно везде расписан по часам нельзя никаких делать уклонений от маршрутов и что написано в графике то должно выполняться осужденным запрещается разговаривать с другими осужденными то есть даже в личные вопросы какие-то к начальникам учреждения к сотрудникам запрещается разговаривать с сотрудниками постоянно с утра ты одеваешь кирзовые сапоги и до самого отбоя ты их не снимаешь стоишь целыми днями то есть на плацу маршируешь вот даже время чаепития и ту фотографию расписано 20-30 минут это самое большое раз в полгода у нас положено только свидание на строгих режимах там раз в три месяца раз в два месяца вот то есть во всем урезано все то есть особый режим это получается самое страшное на мое мнение вгляд я больше пять раз съездил на общий режим на строгий только что на особом режиме к нам относится как ну как к нечисти не знаю как к нелюдям они собак своих лучше содержат и кормят и так далее обращаются чем к нам потому что нам все там запрещено вообще все все должно быть так как написано у них в бумагах ну соответственно по их настроению вот на свидание даже запрещено общаться с родителями на темы учреждения что происходит в учреждении все записывается вот на строгих режимах на общий такого нету свидание не прослушивается не просматривается а здесь даже в комнатах стоят и прослушки и видеозаписи вот ну вот если ты захотел на общем строгом режиме есть определенные законы установленные сроки потому что ребята предоставляются и домой уходят темными способами зарабатывают там поощрение трудятся на благо учреждения ну показывают вид исправления многие действительно ради семьи этого делают я вот сам лично на своем примере был на особом режиме ходил и работал делал все и на швейку выходил и в металл цеха выходил для того чтобы получить лишнюю передачку либо лишнее свидание с родителями увидеть с семьей и соответственно предоставиться на условно-досрочное но таких как я много и мы намного старались делали и нам постоянно были отказы пока мы не обращались допустим к родственнику за помощью или адвокатам вот так что а на строгом и в общем режиме в этом направлении более проще намного проще стало и ну у них было полегче вот и как бы к ним отношениям было полегче потому что они за ними следят и журналисты и правозащитники и родители помогают все к ним отношениям более полезные на а его привезли закрытие в изолятор и в карантин и над ним проводится нелегально неофициально проводятся пытальные издевательские действия дабы поставить его типа ну сломать его я гордость человеческая внутрь то бишь Азамас скажи пожалуйста а были в колониях номер 7 и номер 13 так называемые капу активисты которые могли бить пытать и насиловать осужденных по указанию администрации да да конечно были да они по приказу администрации по приказу администрации соответственно начальника ИК-7 начальника ИК-13 Мухаммед Алиева это при мне было и начальника на семерке я забыл после бунта кипиша его убрали когда там ИК-7 был приемлем в бунт когда приезжал сам начальник управления он обещал что уберет начальника и будет все в порядке там да действительно на тот момент там были действительно такие серьезные капы которых ряд кап вывезли на УТВ-1 и они продолжили частично свою деятельность на УТВ-1 такие были да при мне был 12-й отряд ИК-13 вот там был такой правдин вот и один еще английский точно не помню под руководством Ананьева такого вы наверное слышали да? это Сергей Ананьев ныне проходящий в качестве одного из обвиняемых по делу об организации пыток и систематических изнасилований его ТВ-1 УФСИН по Саратовской области Сергей Ананьев с прозвищем среди заключенных ананасов ананасов да совершенно верно вот эти данные личности и там их ряд помощников вот этих я не знаю как их материал родили таких ублюдков материалов ни при чем они видимо так сами заходили материалами жизни они неправильно воспользовались вот эти данные элементы вот я их назову так они в ИК-13 использовали такие жестокие жестокие методы подобному УТВ-1 то бишь КАПу это это карантин большой и малый карантин они люди держали там до года пытали избивали истязали деньги выкушивали там с них вот это был отряд номер 12 вот и отряд номер 6 два отряда не происходили данные вот эти разработки КАПа они это все выполнялись с распоряжения Соловьева такого Соловьев там был начальник оперативного отдела вот Азамат я правильно понимаю правильно я понимаю что из колонии особого режима также вывозили в Саратовскую это бы один из заключенных чтобы как мы сейчас скажем так в кавычках закодировать чтобы подвергнуть пыткам и насильственным действиям записать это на видео и потом шантажировать чтобы этим человеком манипулировать да совершенно верно вы говорите таких было очень много особенно мусульманы бывали православные те кто не хотел подчиниться ихним беспредельным действиям и они не могли его сломить они применяли такой метод что без его желания и его заявления самостоятельно сотрудники с подачей капу вывозили данных ребят на УТВ-1 вот и соответственно на УТВ-1 они издевались записывали все на видео и это видео и показывали и говорили если вы не будете выполнять те иные требования не подчинитесь нашему беззаконию здесь короче беспределу не смиритесь со своей судьбой то это данное видео будет опубликовано и вы боите в ряды петушины короче и многие из этого после ребят приезда молча ни с кем не разговаривали продолжали свою деятельность потому что работали жили и возвращались становились короче тихоньки но многие открывали карты и людям в глаза и рассказывали не стесняясь вот это взять такого как гуртовой потом еще один мальчон парень есть за него супруга подняла кипиш его там палкой изнасиловали вот Рому гуртовому потом сейчас на ИК-13 отбывает срок мальчишка тоже он как бы пытался до вас дотянуться но потом каким-то образом администрация ему закрыла рот вот пообещал фамилия УДО он должен в этом году как бы освободиться Керенчук его фамилия Максимка с ним тоже там испытания делали такое жесткое там кипятильники ему сували я не знаю швабры и так далее и в ИК-7 то же самое происходило это был отряд номер 6 потому что я поездил и там был они там когда я обратился за помощью во все инстанции они мне начали предлагать всякие должностные работы чтобы я только лишь замолчал и не рассказывал за это как раз произошел бунт я туда приехал и соответственно начальник оперативного отдела и начальник учреждения увольнял сотрудники прокуратуры и сотрудники с Москвы приезжали вот увольняли данных сотрудников и вроде как бы они смягчили на данный момент то есть после вашей помощи и помощи многих других организаций вот данные сотрудники начали проявлять уважение и считаться с мнением с мнением осужденных и действует вроде как на 70 процентов вроде бы по закону вот вроде бы ну единичные случаи проходят что тоже они хитрые и каким образом все равно единичные случаи бывают что применяются беспредельные деяния так как на СИЗО 1 имеется две-три камеры там где сидят капы я так понимаю данные капы которые сидят которые ждут следственных действий по разбирательству ОТП 1 их беспределок извини я просто у нас сейчас давай с тобой отдельно тогда большое интервью запишем и сделаем для канала я просто сейчас хотел для стрима последний вопрос на сегодня на кратке как у тебя у самого дела за тебя там многие подписчики зрители там переживали когда тебя задерживали интересуются если можешь кратко одну-две минуты скажи в целом как у тебя сейчас обстановка ну в целом у меня обстановка удовлетворительная я прошел ряд обследований ряд врачей психологов психотерапевтов прошел вот мне сейчас медицинские сотрудники очень помогают там ряд сотрудников полиции органы внутренних дел Саратова оказывают тоже всяческое ну чтобы у меня было все хорошо интересуется вот держат под контролем дела дай мне свои номера в случае чего-то им звонить я сейчас нахожусь с семьей с детьми вот хожу на волгу на пляж с детьми отдыхаю гуляю вот трудоустроился на работу вот сейчас с понедельника выхожу работать официально все тоже в органы службы охраны выхожу вот только что я после тюрьмы и стараюсь меньше общаться с уголовным элементом как бы ну чтобы дали никуда не быть вовлеченным вот с родителями наладил отношения с сыном наладил отношения благодаря вот вам и вашим коллегам и сотрудникам органов внутренних дел и врачам особенно которые мне помогли оказались шестая горбольница девятая горбольница очень хорошо мне помогают и вот и я себя сейчас на данный момент чувствую спокойно равновешенно и уже не переживаю смело ухожу на улицу не боясь не осматриваюсь с детьми гуляю только что у меня на данный момент очень хорошо благодаря вам у меня все прекрасно хорошо тогда спасибо тебе огромное тогда в общем будет возможность запишем с тобой уже большое видеоинтервью когда такая возможность у тебя появится от меня и от канала гулагу нет тебе да там в общем добрые пожелания чтобы и с алкоголем в общем не было дальше проблем и соответственно там никто тебе там не угрожал в россии из-за твоих показаний военных преступлениях и преступлениях совершенных ЧВК Вагнер да да большое вам спасибо и я вот хотел лично еще такой вопрос обратить там уже дальше личная у него вопрос в эфир не будем выводить там я запись уже прервал вот история от первого лица человека который бывал как минимум в двух колониях особого режима он рассказал это действительно достаточно серьезная большая проблема что достаточно большое количество людей из колонии особого режима которые не подчинялись требованиям оперативников их возили на так называемую кодировку в различные пыточные в Поволжье это была ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области в Иркутске все это происходило в пресс-хатах СИЗО-1 и СИЗО-6 ГУФСИН по Иркутской области если нужно вывозили ВК-6 и так далее в общем достаточно большое количество заключенных которые прошли через пытки через как они выражаются документально оперативная комбинация с целью дискредитации по-русски это пытки связанные с насильственными действиями в извращенной форме которые снимаются на видеозапись и соответственно эти люди в любом случае подпадают под зависимость от оперативников и оперативники могут дать ход этим материалам дать огласку тому что с человеком произошло в каком-то учреждении во время там транзита или помещения и соответственно этот человек вот в самый самый низ уедет с самым низким социальным статусом в среде заключенных либо они могут оставить это в тайне эту флешечку положить в материалы с грифом совершенно секретно по линии оперативного управления УФСИН и дальше использовать этого человека как агента потому что например у тебя 14 лет особого режима ты в любом случае будешь там ближайшие более чем 10 лет находиться в этом учреждении и вопрос в каком статусе и соответственно те люди которые находятся в зависимости которые прекрасно понимают что каста униженных это адский ад это кошмар соответственно они могут подвергнуться со стороны оперативников определенному давлению и воздействию с тем чтобы делать в свою очередь что-то по указанию против того же Алексея Навального еще раз да как правильно заметили в чате да не нужно делать никакого культа личности там не из Путина не из Навального но тем не менее да раз уж эта тема зашла и мы сегодня говорим об Алексея Навального о тех рисках которые для него существуют нужно четко понимать что его после вступления приговора в так называемую законную силу сразу скажу что мое отношение к этому приговору этот приговор несправедливый незаконный необоснованный натянули сову на глобус из оппозиционного политика сделали организатора экстремистской организации и так далее и так далее поэтому здесь изначально все что сейчас творится в отношении Алексея Навального это незаконно но тем не менее в любом случае мы понимаем прекрасно как работает в кавычках судебная система в России ее нету де-факто все люди в мантиях сегодня это агентура ФСБ это нужно понимать поэтому когда пресса журналисты и даже оппозиционные политики пишут слово суд про путинский суд не беря в кавычках они таким образом помогают Путину легитимизировать вот эту вот тоталитарную систему когда все три ветви власти подчиняются Путину и соответственно администрации президента ФСБ так вот это такая маленькая ремарка поэтому да конечно же адвокаты очевидно с самим Алексеем Навальным будут оспаривать приговор очевидно что будет апелляционная жалоба обжалование скорее всего с учетом статистики будет принято очевидное решение так как приговор очевидно согласовывался наверху прежде чем оглашался соответственно будет без изменений вероятность этого 99 процентов либо там с какими-то незначительными изменениями чтобы создать видимость того что рассматривался апелляционная жалоба потом Алексея этапирует уже в исправительную колонию особого режима в один из регионов России где такие колонии существуют и функционирует а дальше он окажется еще раз подчеркну в среде тех лиц многие из которых находятся под тоталитарным контролем со стороны оперативных служб оперативного управления и если в колонии общего режима либо строгого режима совершить еще одно преступление убить кого-то это история про новый уголовный процесс про ужесточение наказания про лишение вопроса про УДО в особом режиме большая часть людей там находится и они находятся в таком уже загнанном состоянии когда уже де-факто нечего терять я много разговаривал за эти более чем десять лет проекта ГУЛАГУНЕТ со многими кто побывал в особом режиме вот они те кто выжили те кто это прошли это огромные сроки лишения свободы они рассказывают когда человек погружается в состояние ты приезжаешь в лагерь и ты знаешь что ты в нем будешь жить не сидеть а именно там выживать пятнадцать лет то конечно встает вот этот тяжелый моральный вопрос кем ты будешь сидеть что ты будешь делать ты будешь сохранять свое достоинство и оставаться человеком и страдать потому что одно дело там пятнадцать суток посидеть в штрафном изоляторе или того же полгода другое дело речь идет там о пятнадцати годах и соответственно понятно что достаточно большое количество людей делает свой выбор в пользу выполнения беспрекословно всего что от них требует в этом учреждении всего того что от них требует оперативники которые это курируют по линии ФСБ и по линии ФСИН и получается когда человек вот находится в этом положении к нему там через год-два приезжают оперативники и предлагают ему сделать что-то ну если мы говорим сейчас про Навального здесь очень важно проговорить что в планах оперативных разработок и план легенд которые находятся сейчас в главном оперативном управлении ФСИН России на утверждении существует несколько разных сценарных планов они сейчас могут отнекиваться они могут говорить что Владимир Осечкин что-то там придумывает сгущает краски покажите предъявите со временем конечно же наверняка эти документы всплывут очевидно источники нам подтверждают что вот тогда в двадцать первом году когда он прилетел его сразу сходу закрыли в главном оперуправлении ФСИН один из вариантов рассматривался оперативной разработки подвода к нему определенных заключенных с тем чтобы совершить с Алексеем Навальным то что произошло в плане оперативной комбинации с Сергеем Тихановским в Беларуси когда его дискредитировали и поместили на в то самое там уязвимое положение вот этой вот униженной категории поставив его в ситуацию когда чтобы решить свой вопрос и каким-то образом реабилитироваться ему нужно как говорят в среде заключенных тянуться до воров выходить на каких-то криминальных лидеров с тем чтобы отменить вот это вот положение и вернуться в основную общую массу заключенных для чего это сделали КГБ и спецслужбы Беларуси для того чтобы безусловно в рамках оперативного контроля зафиксировать факт контакта между оппозиционером и как они в документах значатся лидеры криминальной среды или как в СМИ пишут воры в законе да авторитетных людей и соответственно сам этот факт дальше бросить уже в публичное пространство с тем чтобы дискредитировать оппозицию что вот смотрите оппозиционер а на самом деле он вот связан с ворами в законе и так далее ну и понятно что после этого оппозиция была бы дискредитирована и так далее вот что они тогда делали по моему это был там двадцатый год то же самое они пытались прорабатывать продумывать по поводу Алексея Навального как только он прилетел но тогда один из наших источников нам вовремя это сообщил по моему это был январь или февраль двадцать первого года я тут же сходу опубликовал это все на ГУЛАГу нет и мы рассказали об их тайных секретных планах к счастью они не были реализованы остается только догадываться они были тогда не реализованы потому что произошла огласка или потому что генералы ФСБ и ФСИН решили по другому здесь у меня нет прямых доказательств поэтому здесь никаких там лавр и реплик по поводу того что вот мы там защитили Навального не нужно мы сделали свою работу то что должны были сделать так и сейчас мы четко понимаем что Алексей Навальный в повышенной зоне риска мы понимаем прекрасно что Алексей Навальный является одним из заложников режима Путина и они собираются им торговаться точно так же как вот есть там американский гражданин журналист Иван Гершкович очень хороший молодой парень смелый поехал заниматься журналистикой в России стал заложником в СИЗО Лефортово о чем я его к сожалению предупреждал он меня не послушал вот есть определенная линейка вот этих вот людей там набор людей которые путинским режимом используются там для определенного рода торга с западом но да вот мне задавали этот вопрос там в живом гвозде когда трансляция прервалась и здесь наверное надо поговорить по поводу там возможного обмена и так далее понятно что Путин повышает ставки огромный срок лишения свободы понятно что этот срок выжить с такими репрессиями Алексея Навального будет практически если невозможно то крайне тяжело и это огромные риски поэтому они будут в том числе с помощью Навального шантажировать запад но нужно понимать что и запад находится в непростой ситуации с точки зрения вот подобных разговоров про обмены потому что если у Путина там в заложниках находятся хорошие люди которые на самом деле не совершали каких-либо преступлений там журналисты оппозиционеры правозащитники то Путин хочет выменивать запада не журналистов не правозащитников хочет выменивать свою агентуру которая по линии ФСБ и службы внешней разведки отправлялась за границу и либо уже успела совершить что-то страшное кого-то убить либо планировала это сделать как недавно вот это произошло несколько месяцев назад в отношении известных одного журналиста и одного расследователя детали и подробности они пока не разглашают в интересах следствия но тем не менее то есть Путин выставляет в порядке обмена в списке агентуру свою непосредственно офицеров спецслужб тех кто согласился быть конченными негодяями и выполнять по указанию Путина какие-то страшные преступления в том числе убийства в отношении тех людей которые просто выступали против путинского режима и поэтому для запада очень тяжелый моральный выбор с одной стороны они прекрасно понимают что Ивана Гиршковича надо забирать и Алексей Навальный незаслуженно будет сидеть огромный срок в тюрьме с другой стороны кого они освободят тогда сейчас конченых ублюдков и негодяев которые опять куда-нибудь поедут под подложными паспортами кого-то убивать вот это по поводу обмена по поводу ситуации с еще раз с планами оперативных разработок мы это сейчас говорим здесь для истории сегодня 5 августа 2023 года я хочу чтобы руководство главного оперативного управления ВСИН России и руководство управления МФСБ России которое занимается контрразведывательным обеспечением деятельности ВСИН а по сути дела контролирует тюремную систему ВСИН УСБ оперативников тюремной системы чтобы они четко понимали что мы правозащитники и вы уважаемые зрители подписчики сейчас уже более двух тысяч в прямом эфире смотрят тысячи россиян прекрасно знают о тайных планах и о подготовке одного из планов по ликвидации убийства Алексея Навального поэтому если вдруг после этапирования его в исправительную колонию особого режима на входе в столовую там в жилом секторе и так далее что-то вдруг произойдет какой-то бытовой конфликт в кавычках и вдруг какой-то осужденный резко там из-за своих политических взглядов пересмотрев роспропаганды в по телевизору вдруг возьмет заточку в руки и нападет чтобы мы четко все понимали что это происходит или произошло не потому что действительно какой-то человек там белиной объелся и решил с оппозиционером таким образом начать разбираться все это происходит потому что был такой сценарий и генералы и полковники тюремной системы ФСБ которые курируют тюремную систему они одобрили санкционировали вот эту оперативную комбинацию с целью ликвидации и списать на какого-то человека в телогрейке по имени ЗК что именно он это все сделал потому-то и потому-то не получится в это не поверят правозащитники в это не поверят журналисты в это не поверят россияне и даже если они попытаются таким образом его устранить и таким образом легализовать вот это вот оперативную комбинацию и свое преступление мы в это не поверим однозначно и после транзита власти а он в любом случае произойдет в России те кто к этому причастны по всей вертикали начиная с кабинетов нажитной и заканчивая конкретным оперотделом одного из учреждений ФСИН особого режима чтобы они понимали что вся эта вертикаль со временем будет привлечена к ответственности поэтому я здесь превентивно в плане профилактики мы не собираемся ждать когда они это совершат а у нас профилактический такой стрим призываем сотрудников федеральной службы исполнения наказания и сотрудников федеральной службы безопасности причастных к курированию и контролированию содержания Алексея Навального в застенках призываем их соблюдать закон не выходить за рамки своих полномочий и даже если условный Путин или кто-то из его ближайшего окружения там подмигивает и дает какие-то размывчатые указания или приказы негласные каким-то образом расправиться с Алексеем Навальным чтобы они этого не слушали а по возможности это все и зафиксировали для будущих расследований и точно не выполняли ничего подобного и не брали грех на душу и не участвовали в убийстве Алексея Навального вот какая у нас основная задача была этого эфира но еще раз да в защиту Алексея Навального мы выступили мы призываем безусловно всех кто так или иначе из числа заключенных и сотрудников будет соприкасаться с Алексеем Навальным во-первых держать его в поле зрения во-вторых передавать через адвокатов если мы говорим про заключенных либо напрямую если мы говорим о сотрудниках информацию что происходит с Алексеем Навальным и можете это сообщить нам анонимно я сейчас здесь сообщу напишу в чате традиционно наш электронный адрес гулагунет с двумя т на конце собака gmail собачка gmail.com гулагунет с двумя т на конце т т собачка gmail.com пишите нам анонимно конфиденциально давайте держать руку на пульсе чтобы те кто там наверху думает что они вершители судеб и могут кого-то там пытать и убивать чтобы они понимали что у стен есть глаза и уши и что мы все видим слышим наблюдаем чтобы вот эта вот такая система общественного и правозащитного контроля она могла его уберечь от самого плохого что может случиться в тюремных застенках про Навального рассказал про колонии особого режима да еще раз конечно же здесь важно повторить то что прописано в законодательстве да формально существует разница на строгом режиме и на общем режиме одно количество длительных и коротких свиданий на особом режиме этого существенно меньше там два свидания в год предоставляется то же самое там по количеству передач и так далее но это все формальности существует еще внутри каждой колонии облегченные условия обычные условия содержания и строгие условия содержания отряд строгих условий содержания поэтому здесь говорить о том что перевод в особый режим это вот сразу там стопроцентное ужесточение мы знаем истории когда люди сидят в колониях в поселениях и на общем режиме и они страдают гораздо больше чем многие кто находится в особом режиме точно так же в колонии особого режима существует отряд облегченных условий содержания который во многом схож с колонии строгого режима а существует камерная система и существуют пресс-хаты в которых бьют пытают и насилуют и в учреждениях в СИН сегодня в этом гулаге 21 века все зависит для большей части людей от коррупции и коррумпированности сотрудников но если мы говорим про политических заключенных конечно от политической воли и какую какую задачу генералы ФСБ и ФСБ услышав какое-то поручение от Путина поставят по всей вертикали то и будет реализовываться поэтому одним кто находится в сотрудничестве с ФСБ и ФСИН кто является их агентом дает нужные показания совершает какие-то подлости и мы в особом режиме могут предоставить льготные условия они могут там каждый день кушать пельмени суши накачивать себе мускулы и быть на сотовой связи а кого-то кого захотят прессануть будут при нынешнем вот этом гулаге двадцать первого века прессовать и пытать и в колониях поселениях вот дал вам послушать рассказ о азамата удару одиннадцатиминутные колониях особого режима еще раз хочу напомнить всем что когда мы публиковали осенью 2021 года архив пыток вот большая часть вот этих вот капо разработчиков насильников они как раз были привезены в ОТБ-1 и находились там незаконно из исправительных колоний особого режима в том числе дневальным ОТБ-1 дневальным начальника это таким адъютантом из среды из числа осужденных который выполнял все указания лично начальник ОТБ-1 Павла Гаценко был осужденный Сергей Ананев у которого был огромный срок лишения свободы в колонии особого режима которого привезли в ОТБ-1 и который в свою очередь выполнял любые беспрекословные указания руководства ОСБ УСИН и начальника ОТБ-1 и соответственно все вот эти вот систематические пытки которые совершал Ананев и другие осужденные они конечно же проходили под контролем оперативных служб все это снималось на видеорегистраторы и использовалось как раз в оперативных целях для вербовки для шантажа тех людей в отношении которых это совершали поэтому да во многих колониях особого режима существуют вот эти вот капу как в концлагерях Третьего рейха это заключенные которые в обмен на льготные условия содержания готовы на все что угодно причем некоторые из этих капу были ранее как раз закодированы в том числе там изнасилованы и у которых есть вариант или уехать в касту униженных либо быть в какой-то должности выполнять беспрекословно любые незаконные приказы и поручения оперативников и руководства учреждения это вот просто для примера чтобы вы понимали как работает эта система и куда собирается отправить Алексея Навального с точки зрения того целей для чего это делает Путин очевидно что он это делает для того чтобы запугать всех россиян и особенно оппозиционеров чтобы они четко понимали что ты выступаешь против власти тебя могут посадить на два года а дальше если ты будешь продолжать протестовать и занимать такую ярко выраженную оппозиционную антипутинскую позицию тебя будут просто вот до беспредела до конца раскручивать увеличивая тебе там твои два три четыре года общего режима в самом начале до каких-то космических сроков там которые по сути дела являются для нормального обычного человека таким билетом в один конец ну да это есть такое распространенное в среде заключенных выражение как раз когда выхватывают такие огромные сроки тут я сейчас вспомню то что я иногда там сам для себя вспоминаю когда когда меня привозили на продление сроков содержания под стражей свыше года в Мособлсуд построили такое огромное здание рядом с Леруа Мерлен на МКАДе недалеко от торгового центра и автомобильного центра который я строил и возводил и вот как раз когда меня там помещали в подвал вот в эти вот маленькие там камеры там полтора на полтора метра такие в стаканы где ты должен находиться в ожидании там когда тебя позовут и уведут в суд и формально там тебе продлят срок содержания под стражей обратно тебя туда спускают в общем там с самого утра да практически с самого вечера находишься там и соответственно в Мособлсуде там судят так же как и в Мосгорсуде людей по особо тяжким статьям меня тогда документально в 2008 2009 году по документам изображали как главаря организованной преступной группы которая состояла из неустановленных лиц которые в неустановленное время в неустановленном месте совершали что-то там было такое как бы да сейчас уже можно с улыбкой воспринимать но тогда мне прямо говорили что если я не буду сотрудничать со спецслужбами и не буду там платить делиться и так далее соответственно мне там дадут 20 лет как раз в колонии и действительно там да угроза такая надо мной нависала что вполне возможно если бы не изменения в законодательстве наверное не было бы ни ГУЛАГу нет ни меня сейчас с вами а я бы где-нибудь там в Сибири в лучшем случае валил бы лес а скорее всего наверное бы уже запытали и где-нибудь похоронили так вот и когда я в этом стакане находился это знаете закрывают за тобой дверь у тебя там буквально там 50-60 сантиметров дальше начинается такая маленькая лавочка метр шириной ты там на ней не можешь прилечь ты на ней просто там сидишь и вот либо сидишь либо стоишь заниматься там спортом невозможно все прокурено все грязно и вот все стены они чем-то исписаны и вот я помню до сих пор врезался в память значит там на стене карандашом значит где-то там наверху чтобы тюремщики значит надзиратели не стерли значит было написано запросили ПЖ ужас и дальше внизу далее 25 ура многоточие я увижу море и такие волны значит это вот история про то что надежда она умирает последней и даже когда у человека вот ему запрашивали пожизненный срок лишения свободы он понимал что это конец всю жизнь он проведет там и потом ему дают 25 лет и вот он понимает что через 25 лет он для него такая мечта когда-нибудь там доехать до моря и смотреть на волны почему для меня очень важно да там я живу на берегу Атлантики и для меня в том числе когда я смотрю на волны на закат да вот у меня у самого надо мной была огромная угроза какого-то там бешеного 20-летнего срока и соответственно вот я вспоминаю того человека который видимо еще где-то отбывает наказание но срок лишения свободы но возможно когда-нибудь он все-таки да освободится и увидит это море да и вот здесь да далее запредельный срок огромный 19 лет но нужно понимать что если будет международный контроль если об этом журналисты будут писать деле если адвокаты будут регулярно его посещать если различные источники из СИН из прокуратуры из ФСБ кто проявляет симпатию к Алексею Навальному будут либо его команде либо нам передавать какую-то информацию вот эта огласка она возможно ему поможет спасет ему жизнь и рано или поздно Алексей Навальный тоже увидит море и будет на свободе у него будет возможность заниматься тем что он захочет возможно вернется не вернется а останется в политике он конечно же сейчас находится на острие вот этой политики репрессивные в России хотя возможно произойдет транзит власти гораздо раньше и тогда мы увидим Алексея Навального на всех экранах и новая власть в России наверняка чтобы реабилитироваться в глазах запада снимет с него все эти несправедливые приговоры и у него будет возможность вернуться уже в политику он окажется в парламенте станет одним из депутатов и возможно когда-нибудь выставить свою кандидатуру на президентских выборах но это в светлом будущем до которого еще пахать и пахать работать и работать а не ждать и не быть ждунами в двадцать первом веке и еще раз поделюсь пользуясь случаем впечатлениями и коротким описанием жуткого рассказа который мне один из пленных вчера поведал после обмена я просто нахожусь под глубоким впечатлением и об этом практически никто не говорит и даже если мы видим какие-то короткие интервью с пленными после освобождения они как-то это бегло вот журналисты им задают вопрос и они это говорят вскользь опасаясь об этом рассказывать по целому ряду причин но здесь мне хочется вам это рассказать и со временем я надеюсь у меня будет возможность опубликовать дать возможность вам услышать от первого лица показания очень важные я сейчас не буду преувеличивать поверьте мне я человек который всегда опирается на конкретные знания доказательства видео документы этот человек проходит реабилитацию перенес целый ряд операций после страшных пыток когда его обменяли и он вернулся в Украину после чего его семья смогла увезти его в клинике уже находящейся в Европе с тем чтобы он получил полноценное лечение вот мы с ним разговаривали уже по прошествии нескольких месяцев после обмена он до сих пор находится в больнице интервью с ним я записывал мы его пока публиковать не будем а если будем публиковать то по крайней мере пока закроем его лицо и изменим голос он находился еще и находится до сих пор в больничной палате прошло несколько месяцев человека продолжают восстанавливать лечить врачи у человека был риск ампутации ноги страшные пытки начиная с момента взятия в плен когда над ним там издевались и пытались из него выбить показания причем очень хороший светлый парень ну как бы не мой сверстник я все время как будто мне там в душе там 30 лет конечно мне уже 42 не мой сверстник но спортсмен сильный статный мужчина чемпион по одному из видов спорта сейчас не буду разглашать всех подробностей чтобы не деанонимизировать но в общем очень сильная личность который конечно же никогда не был никаким там нацистом и не подпадает под те бредни которые Путин с его пропагандой рисовали вот этот достойный смелый парень который просто защищал свою землю свой родной дом его взяли в плен буквально там в считанных километрах от места его проживания вот его мучили из него выбивали показания ему повезло что его не расстреляли нескольких людей которых вместе с ним брали в плен это я просто почему сейчас говорю потому что во-первых это меня вчера тронуло и я находился под впечатлением я вчера под вечер ушел просто в лес чтобы как-то пройтись проветрить мозги и вернуться как-то более-менее в такое адекватное состояние потому что для меня это это правда меня шокировало мы многое из этого понимали я об этом многое говорил но когда ты говоришь напрямую с теми людьми которые через это прошли это это страшно так вот да ему повезло в том плане что его просто не расстреляли нескольких людей которых вместе с ним брали в плен им меньше повезло их расстреляли его это к слову о том что огромное количество военных преступлений преступления против человечества и человечности совершено путинским режимом путинской армии и никто из них не уйдет от ответственности это что это нужно четко понимать и это нужно знать всем что происходит там и в первую очередь это нужно знать тем кого сейчас вот вербуют для отправки на войну и кого там собирается новой волной мобилизовывать и так далее чтобы они четко понимали так вот пытали во время взятия после взятия в палаточном лагере страшнейшим образом подвергали пыткам потом увезли в СИЗО 1 Курска и там спецназ ФСИН жесточайшим образом пытал в СИЗО 1 у ФСИН по Курской области а потом этого человека этапировали в другой регион России уже в исправительную колонию там исправительная колония и помещение функционирующая в режиме следственного изолятора и вот то что он как описывает что там происходит во многом это повторяет рассказы узников там пыточных конвейеров в России с жесткой приемкой и так далее но все это происходит еще и на основе вот этой вот идеологии вражды на основе как раз проявления национализма то есть их бьют и пытают как раз по признаку того что они являются украинцами это вот то в чем Путин пытался обвинить Россию в том что вот в Украине якобы национализм и они ненавидят русских россиян русский язык и так далее а на самом деле то вот этот вот национализм нацизм он как раз в России сейчас расцвел пышным цветом и украинских пленных сотрудники ФСИН сотрудники Минобороны сотрудники ФСБ бьют и пытают да есть конечно же исключения и этот человек мне рассказал что был целый ряд людей ему встречался по ходу которые ему где-то как-то выражали сочувствие помогали и не пытали а наоборот в том числе там спасли ему ногу когда некоторые из местных тюремных врачей там лепила из этих говорили о том что будем тебя ампутировать отрезать то есть мир не без добрых людей даже в этом страшном режиме находятся те люди но в целом система бесчеловечная ужасно регулярные избиения жесточайший метод там режим содержания по сравнению с которым даже колонии особого режима в которых россияне сидят это все цветочки то есть их там 17 часов подряд стоять около решетки с заведенными руками за спину с растопыренными пальцами если человек там украинец или украинка пытается пошевелиться забегают выкидывают в коридор там жесточайшим образом избивают пытают то что рассказали про унижение когда там голых и мужчин и женщин там забивают в душевые там ставят на колени голых людей там могут там электрошокеры у них там даже разряжаются это страшно страшно то что не оказывается медицинской помощи это тоже я уверен должно быть одним из пунктов будущего международного трибунала либо международного суда по обвинению запрещают оказывать медицинскую помощь либо оказывать медицинскую помощь но без анестезии и в исключительных случаях просто когда там человека готовят к обмену есть люди которые лишаются конечности потому что их когда бьют потом нарушается кровообмен люди гниют заживо месяцами которые те боли которые они испытывают как издеваются над ним когда там заставляют там одних раненых тащить других раненых до какого-то там медпункта и издеваются над ними а рядом не а рядом здоровые бугаи плен на гулагу гулагу которые я думаю что осенью в сентябре вы увидите услышать от первого лица рассказ о пытках если кто-то и и не оставаться людьми не участвуйте в этом а если вы видите что на ваших глазах подобное совершается сообщать анонимно конфиденциально кто-то кто готов не конфиденциально не анонимно а готов выйти лично с нами на связь и доверяет мне выходить со мной лично на связь кто внутри россии готов нам предоставлять информацию предоставляйте так кто хочет покинуть территорию россии и давать показания пишите звоните нам все что от нас зависит постараемся сделать вот но еще раз это я не побоюсь этого слова да там это самый настоящий садизм сатанизм фашизм путинизм выбирайте вот любое из этих слов которые вы разделяете но то что сейчас творится по отношению к украинцам в российских военных концлагерях это более чем 10 учреждений в СИН это самые настоящие военные преступления преступления против человечества и человечности и я просто уверен что с помощью большого количества людей и внутри системы и тех которые покидают ее мы сможем собрать исчерпывающую доказательную базу и все виновные в этом все участники этих пыточных конвейеров они будут разоблачены и они будут осуждены и эта история будет сопоставима с тем что творится не творится а что происходит в отношении нацистов которые в третьем рейхе в гитлеровской германии мучили и пытали узников концлагерей не будет никаких сроков давности их будут находить в любых частях мира через десять двадцать тридцать сорок лет и сколько бы мне было лет их будут задерживать арестовывать и судить там в международном уголовном суде либо в международном трибунале это я гарантирую вот со всей ответственностью вот точно так же когда в январе 2021 года я сказал павлу гаценко в документальном фильме пыточный конвейер что мы разоблачим и павел гаценко будет нести ответственность сейчас мы потратили на это много лет но мы разоблачили пыточный конвейер в саратовской у тб-1 мы предъявили миру неопровержимые улики и павел гаценко сейчас сидит в тюремной камере будет сидеть еще очень-очень долго за организацию пыток изнасилований и даже убийств заключенных в саратовской тб-1 при том что он был очень долгое время уверен что его будут крышевать сотрудники фсб и все вот то же самое сейчас в целом ряде вот этих вот учреждений фсин переформатированных в военные концлагеря а это и сизо-2 уфсин по брянской области новозыпков это и курский сизо-1 и сизо-2 это и колония номер 9 курского уфсин это колония номер 1 уфсин по тульской области и так далее и так далее я могу это продолжать этот список мы знаем мы это большую часть из этого мы не оглашаем потому что мы ведем расследование и потому что мы собираем по крупицам всю информацию и мы соберем это все я вас уверяю вот но сейчас эпизодически я так делаю такой небольшой мазок по экрану по экрану вот этой информации с тем чтобы те люди которые внутри системы сейчас проходят службу чтобы они понимали они будут установлены и да еще там год два три возможно пять возможно они будут уходить от ответственности пока жив Путин пока жив этот этот режим но нужно понимать что режим дышит наладом точно так же как и Путин уже одной ногой в могиле де-факто и не потому что там за ним охотится там гур или кто-то еще вопрос не в этом вопрос в том что в определенный момент равновесие будет восстановлено мы сейчас находимся с вами в позиции в истории когда этот как Германия сорок третьего сорок четвертого года когда всем казалось что возможно да там точнее так сорок второго сорок третьего но пройдет год два три и колесо истории оно провернется и те кто служили вот этому путинскому рейху они в любом случае не уйдут ни от возмездия ни от правосудия именно поэтому вот я здесь призываю сотрудников ФСБ и ФСИН думать о будущем не участвовать в том в чем вас сейчас вынуждают участвовать в отношении украинских пленных и думайте о будущем возможно сегодня вы побоитесь связаться с Владимиром Осечкиным передать какую-то флешку какие-то файлы какую-то информацию можете бояться сколько угодно нам хватает информации которую нам ваши коллеги передают но со временем чтобы каким-то образом реабилитироваться в глазах и своих детей и внуков и в глазах международного сообщества сохранить эту флешку этот материал который потом возможно вы обменяете на в рамках какой-то сделки с правосудием на какой-то иммунитет либо на какой-то минимальный срок либо на какие-то меры безопасности в отношении там важного ценного свидетеля но помогаете для будущего международного расследования этими материалами еще раз мы не собираемся на этой теме хайповать нам не нужны эти файлы у нас этих файлов на самом деле уже выше крыши мы наоборот работаем как дизель в заполярье с утра до вечера и нам хватает работы это просто я как бы на будущее даю совет всиновцам фсбшникам прокурорам по надзору которые занимаются очковтирательством и которые там формально приходят в некоторые из военных концлагерей и пишут лживые отчеты нужно понимать что все вся вертикаль кто причастен к этим страшным пыточным конвейерам в отношении украинских пленных они все понесут наказание и там где мы до них до этих садистов не дотянулись по расследованию в рамках российских пыточных конвейеров в отношении россиян дотянемся через это но садисты не уйдут от ответственности и от возмездия и поэтому не участвуйте в этом фашизме парни вот кто это смотрит все из спецназов из ФСИНа не будьте вы тварями кончены думайте о будущем вот наверное на сегодня пора мне заканчивать что я еще забыл да я конечно же забыл поблагодарить сандру и всех наших уважаемых зрителей подписчиков наших спонсоров кто подписывается на наш канал кто подписывается делает подписки и донатит делает пожертвования короткая ремарка для тех людей которые являются нашими спонсорами которые думают о том может быть действительно там поддержать гулагу нет что я хочу сказать наша команда проделала огромную работу которой я лично горжусь и о которой возможно до конца года частично вы узнаете возможно узнаете в следующем году мы связаны определенные тайные следствия я не могу в полном объеме здесь и сейчас вам на канале в ближайшие там неделю две там месяца все это вывалить потому что есть череда определенных эвакуаций есть череда определенных там показаний которые должны быть зафиксированы есть необходимость принятия определенных мер безопасности в отношении тех кто свидетельствует и передает но на самом деле за кадром происходит огромная работа наверное самая большая работа которую делает команда которая превосходит даже то что мы сделали с Сергеем Савельевым в двадцать первом году мы нуждаемся в вашей поддержке в вашем спонсорстве в ваших донатах в ваших пожертвованиях и речь не про нас лично как команда гулагу нет на самом деле мы достаточно успешные ребята мы ни в чем не нуждаемся лично но нам необходимые ресурсы для того чтобы еще больше людей вывести еще больше людей спасти еще больше получить важных и ценных доказательств видео документов и показаний все это отнимает очень много сил очень много средств и нам не на все хватает поэтому убедительная просьба именно к тем людям к благополучным людям и к организациям у которых есть эти ресурсы все контакты каким образом можно связаться со мной лично и обсудить вопрос там какого-то безопасного финансирования там донатов пожертвований есть гулагунет с двумя т на конце собака gmail.com есть все наши анонимные там крипто кошельки на которые вы можете донатить поддерживайте нас потому что мы действительно делаем на мой взгляд историческое независимое расследование которое потом со временем во многом будет отражено в расследованиях официальных на международном уровне и поддерживайте нас потому что вы примите очень серьезное участие внесете свою лепту а возможно не лепту а гораздо больше в то чем сможете потом по праву гордиться вместе с нашей командой это действительно потрясающее крутое расследование невероятно сложная опасная история но она будет важна и они потом будут писать книги снимать фильмы да там возможно сериалы но это очень важно поэтому если у вас ресурсы позволяют вы предприниматель или у вас какая-то крупная организация и так далее не скупитесь поддерживайте если нужны какие-то детали и подробности связывайтесь со мной я готов лично там при личной встрече либо через какой-то там безопасный мессенджер немножко чуть более подробно чем в эфире рассказать но помогайте нам потому что мы действительно делаем очень важное вот и еще раз да когда я произойдет огласка этого всего это произойдет по там медиа эффекту и по там исторически даже то что мы сделали Сергеем Савельевым в двадцать первом году это расследование мы кстати говоря тоже делаем вместе с Сергеем Савельевым вместе поэтому да здесь Дэн Пшеничный Сергей Савельев я и целый ряд людей каждый из которых да вносит свою маленькую маленькую а где-то и не маленькую лепту в то что потом я уверен и убежден станет потом международным официальным расследованием вот такая история и еще раз да подчеркну мы открыты для сотрудничества если кто-то кто посмотрит сейчас в прямом эфире либо потом посмотрит в записи кто располагает информации о происходящем в плене свидетель либо пострадавший мы 24 на 7 на связи пишите звоните в любое время дня и ночи как только будет свободное время мы вам ответим с вами свяжемся и обсудим что можно сделать вместе важного и полезного вот так вот уважаемые зрители и подписчики пролетело больше часа уже в эфире спасибо вам огромное за внимание за просмотр традиционно прошу поставить лайк не потому что что-то там может нравиться мне самого все это не нравится а потому что это знак важно это важно и ваш лайк это значит одобрение вы понимаете важность нашей работы уже смотрю больше 1450 лайков спасибо вам огромное продолжайте пожалуйста нас поддерживать продолжайте комментировать очень внимательно смотрим читаем чат и конечно же потом после окончания трансляции откроется ветка комментариев пишите там мы обязательно все это смотрим читаем держим руку на пульсе и прислушиваемся к вашему мнению наши уважаемые зрители и подписчики ну и конечно за вашу подписку на канал гулагу нет и за ваши репосты к этому видео и к другим тоже огромное спасибо да и как раз мы говорили я обещал рассказать что там произошло как раз во время вот этого живого гвоздята да самое важное что я хотел тогда рассказать да и как раз на этом месте журналистам с утра отрубили электричество вырубили и закончилась прервалась трансляция и я не смог все это в полном объеме рассказать там что хотел бы рассказать потом они через 10 минут восстановились пригласили меня я уже конечно в скомканном виде очень коротко рассказал но посчитал важным и нужным в общем рассказать вам здесь и сейчас более подробно поэтому в общем без цензуры и с нормальной трансляцией посмотрите здесь мне кажется что это очень важно и я надеюсь что и живой гвоздь и Алексей Венедиктов и его коллеги журналисты и журналистки они вернутся к освещению событий не только с Алексеем Навальным но и с происходящим в военных концлагерях в России и к этим ужасным военным преступлениям и преступлениям против человечества и человечности которые совершаются в отношении украинских пленных как военных так и гражданских которых незаконно необоснованно удерживают и мучают и пытают в этих военных концлагерях на сегодня у меня все сегодня суббота да впереди у многих да там субботний еще день и завтра воскресенье насколько это возможно постарайтесь отдохнуть провести это время с родными и с близкими если такая возможность у вас есть всем вне зависимости от локации желаю мирного неба над головой скорейшего окончания этой подлой войны и конечно же в конце традиционно быть добру а гулагу и войне в двадцать первом веке конечно же наши нет мы продолжаем наше независимое расследование и в ближайшие дни увидимся с вами в одном из стримов на нашем канале гулагу нет оставайтесь с нами если не подписались обязательно подпишитесь на канал гулагу нет и порекомендуйте подписаться на нас вашим друзьям близким и знакомым помогайте нам поддерживайте нас и то что мы делаем общими усилиями именно общими усилиями а не только усилиями одной команды гулагу нет мы все сделаем да в принципе да и команды гулагу нет мы являемся вместе с вами дорогие уважаемые подписчики и зрители всем огромное спасибо еще раз сандре и всем нашим спонсорам кто помогает нам продолжать респект сандра и все остальные спасибо вам огромное быть добро до свидания спасибо 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 спасибо